Всем привет! Посмотрите, какое у меня красивое тесто! Очень приятное! Прям тесто невесомое! Из этого теста сегодня... А, кстати, рецепт этого теста у меня есть на канале. Ссылку я оставлю вверху в подсказках. И из этого теста я сегодня буду делать, на мой взгляд, очень прикольные булочки. Посмотрю, сколько у меня здесь теста на выходе. Буду делать я вот с таким вот вареньем из айвы. Домашнее варенье вкусное с кардамончиком. Кардамончик мне не нужен, убираю. И сейчас взвешу, сколько у меня здесь теста. Так, 630 грамм. Я сделаю, наверное, пополам на 2 штучки. Так, сейчас я их подкатаю в шарик просто. Поскольку они у меня большие, это будет достаточно вот так вот. Чуть-чуть, так сказать, распределим там пузырьки в воздух. Всё, оставляю их на столе. Накрываю плёночкой. И даю им ещё немножечко постоять. Сейчас, буквально минут 5. И вернёмся. Смотрите, пару минут прошло у меня. Я сейчас один колобочек убираю в сторонку. И пока что прикрою его. Чтобы не подветривался. А этот мне нужно будет раскатать. Раскатать мне его нужно будет, ну, как бы так, наверное, сказать правильно, будет в прямоугольник постараться. И достаточно тонкий прямоугольник это должен быть. Во время раскатки мы тесто периодически приподнимаем. И даже можно вот немножечко его перевернуть. Таким образом мы помогаем ему сформироваться в нужную форму. И помимо этого, помимо формы, мы, так сказать, контролируем размеры его. Потому что, если мы не будем его приподнимать, а потом начнём что-то формовать из него, он просто может сжаться у нас. Потому что он прилипает к столу и форма немножечко другая получается. Ну, вот как-то получился он у меня в эту сторону немножко. Ну, вот я думаю, мне этого достаточно. Сейчас я беру колёсико, можно просто ножом. И с одной стороны делаю насечки. Да, вот по принципу булочки есть такие с начинкой. Делаю примерно по сантиметру. Видите, он расходится. Несмотря на то, что я его приподнимала, они всё равно пытаются разойтись. Кладу сюда начинку немного, тонким достаточно слоем, чтобы не было перебора. Ну, а там уже, смотрите, как бы по своим желаниям, да? До краёв немного не дохожу, чтобы оно мне не сбежало никуда. Теперь просто беру, вот так вот защипываю. Так вот, хорошо запечатываем здесь его. Прямо пальчиками, вот боковушкой пальчиком предпродавливаем, чтобы прям запечаталось, чтобы, не дай бог, у нас ничего никуда не рвануло там убежать. Ну, и теперь скатываем, да? Всё, как бы, как всегда. Вот такая штука получилась. Теперь, чтобы я хочу сделать это в форму, так скажем, приближенную к какому-то бубрику, вот так соединяем. И вот здесь вот немножечко один в один попытаемся вставить. Вот так. Вот такой бублик. Вот теперь выкладываем его, естественно, на противень, простеленный любой вашей любимой бумагой. Сейчас перекину, а потом покажу. Ну, вот так вот у меня получилось. Ну, и пока сейчас я раскатаю второй, да, этот будет стоять уже, в принципе, на расстойке. Смотрите, вот так вот я их уложила. Лежат у меня красавчики. Сейчас оставляю их на расстойку где-то на полчаса, потому что здесь теста достаточно много. Может быть, даже немножко больше, чем полчаса. Ну, смотрите уже по ним. Они немножко должны, вот как бы вы поймёте, что они такие вот стали прям попышнее, да, скажем так. Я не говорю вот этих, знаете, высокопарных. В три раза, в два раза увеличились. Но вы просто смотрите, что они прям подросли, красивые, прям вам нравятся. И тогда уже встретимся. Ну, смотрите. Расстояли на расстойке они у меня 40 минут. И сейчас нам их нужно смазать. Я смешала молоко и желток. Сделала вот такой лизончик. И сейчас просто промажу. Сильно постарайтесь не, так сказать, не шлёпать по тесту, да, чтобы не осадить, но как бы смазать нам его нужно. Ну, и как бы я не имею в виду, что прям вот прям аккуратность. Нет, оно достаточно покладистое тесто. Ну, как бы вот просто грубить с ним не нужно. И так будет всё замечательно. Промазываем. Сейчас я всё промажу и оставлю минут на 5, чтобы подсохла наша смазка. Немножечко, чтобы она... Потому что если мы этого не сделаем, она будет у нас конопата. Это не очень красиво. Но что я имею в виду конопата? Она запечётся немножко такими пятнышками, как конопушечками. Это, ну, как бы не очень симпатично. Поэтому немножечко дать время ей нужно. Вот такая вот у нас получится булочка. Красавица. Так, промазываем. Ну и всё, сейчас я промажу. И оставлю немножко на ростоке. Потом у меня духовка уже разогревается. Духовка греется на 180 градусов. Будем выпекать. Смотрите по своим духовкам. У кого как. Может быть, у кого-то надо больше, у кого-то меньше. Это уже всё субъективно. Как ведёт ваша духовка с вами. Ну, посмотрите, какие красавчики у меня получились. Очень аппетитно. Я одну посыпала сахарной пудрой. Одну оставила, чтобы вам показать, какая она получается красивая, румяная, мягенькая. Вот эти вот штучки, ребрышки. Они такие хрупкие. Но внутри там она очень мягенькая. Видите? Прям очень. Ну, и мне кажется, она достаточно симпатично смотрится. Такая необычная. Колечко такое разломала. Давайте посмотрим, какая она внутри. Она ещё тёпленькая, поэтому могут быть лёгкие замены. Ну, надеюсь, что будет всё хорошо. Давайте вот так отломлю. Посмотрите, какое пышное тесто, красивое. Просто прелесть. Прям как пух. Очень-очень аппетитно смотрится. Вот эти вот бороздочки будут хрустящие, а внутри очень нежное, сдобное тесто. Обалденно вкусно. Ну, и как вариант, как бы, да, здесь я снимала не тесто, я здесь снимала, как можно сформовать прикольные булочки. Булочки достаточно объёмные, получается, да? Как вы помните, по 315 грамм примерно делила. Ну, вот такой вот у меня получился красивый сладкий хлебушек с начинкой вкусной. Если вам понравился такой вариант оформления булочек, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и всем хорошего-хорошего настроения! Спасибо.